Слегка устал, но все еще полон сил, чтобы продолжать путь. Сергей Лукьянов за 10 дней дошел от Санкт-Петербурга до Твери. По его словам, в последний раз он останавливался лишь в Торжке, 64 километра назад, но все равно чувствует себя бодрым. Однако впереди еще более 700 дней ходьбы, свыше 30 тысяч километров, десятки стран мира и дюжины стоптанных кроссовок. Сергей Лукьянов отважился за два года обойти весь земной шар. За такой короткий срок совершить пешее кругосветное путешествие до него не удавалось никому. По словам мастера спорта, к экспедиции готовился всю жизнь. Как бы сейчас освободился от всех семейных дел, дети выращены, поэтому полностью освободился и нашел такой кусочек два года, чтобы пройти вокруг земли. Чтобы осуществить задуманное, Сергей Лукьянов с 9 лет стал заниматься спортом, рано женился, воспитал троих детей и вышел на пенсию. И вот 59 лет понял – пора. Продумал с помощниками маршрут, собрал в рюкзак все самое необходимое – спальник, еду, копченое мясо, сыр и газировку. Никаких теплых вещей путешественник с собой не берет. Для борьбы с холодом намерен использовать проверенный способ. Надо просто ночью идти, а днем на солнышке спать. Предполагается, что в сутки Сергей Лукьянов будет проходить по 50-60 километров. Только по России ему предстоит преодолеть порядка 7 тысяч километров, чтобы 1 сентября оказаться в Чите. Далее по плану экстремала Китай, Вьетнам, Сингапур перелет в Австралию и Южную Америку, где намечен переход через Анды. После чего вновь перелет в Африку, откуда спортсмены отправятся знакомые по предыдущим походам в Европу. Вернуться в родную Санкт-Петербург путешественник собирается 1 апреля 2017 года. Таким образом, Сергей Лукьянов решил отпраздновать 70-летие победы в Великой Отечественной войне и принести через весь мир память о блокаде Ленинграда. Там у меня все, мои папа и мама были всю блокаду, брат, погибли братья. Это надо принести, чтобы все помнили и по всей стране должны знать, что такое блокады Ленинграда. Это очень сильно, да.